Российский рынок акций вновь растет. Индекс Мосбиржи уже добрался до максимума февраля прошлого года. Но есть ли новые драйверы для роста? Ведь даже рекордное количество отчетов, которые вышли на этой неделе, не позволили индексу закрепиться выше этих максимумов. Что делать инвесторам на следующей неделе? Ждать ли продолжение роста или начать фиксировать прибыль? Стоит ли сейчас покупать акции или геополитические новости станут серьезным препятствием для роста? Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. На этой неделе отчиталось более 50 компаний, в этом видео мы разберем лишь малую часть из них. Узнать остальные или почитать именно про вашу компанию вы можете в нашем телеграм-канале. Там мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи и разбираем отчеты компаний. Да и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. На этой неделе индекс московской биржи вырос на 2,3% и закрылся вблизи максимумов с 21 февраля 2022 года. Некоторую поддержку рынку оказал рост нефтяных котировок, баррель Brent подорожал до 89 долларов, а также огромное количество финансовых отчетов, о которых мы поговорим чуть позже. Среднесрочно мы ожидаем увидеть индекс гораздо выше, и факторов для коррекции, а тем более для обвала, мы не видим. Да, если рубль будет продолжать укрепляться, то это негативно скажется на росте рынка, но сейчас это не наблюдается. Отметим, что фактор геополитики играет ключевую роль как в росте акций, так и в экономике в целом. Поэтому фиксировать прибыль определенно не будет ошибкой, хотя бы ее часть. Мы, кстати, тоже зафиксировали несколько акций, и в этом видео покажем одну такую идею. Но, а теперь к отчетам. Компания «Газпром» представила финансовый отчет по МСФО за первое полугодие. Озвучим важные тезисы. Выручка от продаж во втором квартале снизилась на 29% год к году. Выручка за второе полугодие упала более чем на 40% по сравнению с показателем год назад. Компания отразила в отчете убыток за второй квартал в размере 7 миллиардов 230 миллионов рублей. Годом ранее была прибыль 1 триллион 60 миллиардов рублей. Прибыль за полугодие драматически упала почти в 8 раз. Существенное влияние на итоговые цифры оказала курсовая переоценка. Капитальные вложения за полугодие 1 триллион 190 миллиардов рублей на фоне роста инвестиционной активности компании. Скорректированный чистый долг достиг почти 5 триллионов рублей из-за валютной переоценки. Несмотря на то, что часть объема поставок трубопроводного газа была перенаправлена из Европы в азиатский регион, цифры отчетности ожидаемо слабые. Друзья, чтобы не покупать акции откровенно слабых компаний и не ждать прибыль годами, приходите к нам в канал Сигналами. Там мы продолжаем успешно торговать и только на этой неделе. Мы заработали на акциях Fixed Price плюс 6%, Rusagro плюс 14%, а Unipro всего за два дня принес нам более 14% прибыли. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал и зарабатывайте вместе с нами абсолютно бесплатно. Ссылку на канал Сигналами оставим в описании. После уверенного отчета Банка ВТБ по МСФО за второй квартал и первое полугодие, один из лидеров финансового сектора России представил цифры за июль и 7 месяцев текущего года. Они у вас на экране. Менеджмент Банка доволен результатами, так как чистая прибыль не содержит изменчивых компонентов. Банк ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на год в размере 400 миллиардов рублей. С осторожностью можно предположить, если не будет разовых списаний, этот рубеж будет легко преодолен. О чем это все говорит инвесторам? Правильно. Даже несмотря на то, что руководство Банка заранее отвергло идею дивидендов по итогам работы за 2023 год, шансы на них сохраняют. Ну а если вы собираете дивидендный портфель, то посмотрите эти два видео, уверен, они будут вам полезны. Другой банк Тинькофф тоже опубликовал финансовый отчет по МСФО за второй квартал текущего года. Чистый процентный доход вырос на 80% год к году. Для компании это рекорд по чистым процентным доходам. Чистая прибыль за квартал стала рекордной – 20 миллиардов 360 миллионов рублей. Чистая прибыль за первое полугодие – 36 миллиардов 600 миллионов рублей. Отчет нельзя назвать фантастическим из-за снижения комиссионных доходов, но он показывает уверенный рост бизнеса TCS. Компания традиционно воздержалась от прогнозов на будущие отчетные периоды. Лидер золотодобычи России компания Полюс представила операционные итоги работы и финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Выручка за полугодие показала рост на 29% год к году. Росту выручки поспособствовал рост средних цен на золото и рост объема продаж. Скорректированная чистая прибыль за первые шесть месяцев года увеличилась на 33% к показателю годом ранее. Общий объем реализации золота в первом полугодии увеличился в годовом выражении на 24%. Добыча руды выросла на 30%, а общий объем производства золота вырос на 36%. Компания подтвердила производственный план на год и сообщила о росте эффективности производства и снижении затрат на добычу. Таким образом, и без того высокомаржинальное производство Полюса с низкой себестоимостью добычи стало еще маржинальнее. Отсчет Полюса оцениваем положительно. Рост по всем фронтам. Компания преодолела снижение показателей прошлого года. Мы ожидаем рост акций Полюса в район 15 тысяч рублей за акцию, а это плюс 25% к текущей цене. У перспективного золотодобытчика Селегдара тоже отчет позитивный. Выручка компании показала рост на 81% относительно первого полугодия 2022 года. На выручку Селегдара позитивно повлиял рост средних цен реализации золота, снижение курса рубля и рост операционных показателей. Чистый убыток за первое полугодие 7 миллиардов 260 миллионов рублей. Год назад была прибыль в размере 10 миллиардов 710 миллионов рублей. Инвестиционный цикл компании продолжается. Недавно стало известно, что компания Селегдар будет расширять площади геологоразведки и добычи. В целом, отчет уверенный даже несмотря на убыток. Компания наращивает продажи, а вместе с ростом цен на золото и девальвации рубля получает задел для будущего роста финансовых показателей. У Селегдара амбициозные планы по росту объемов добычи и продаж на ближайшие годы, что сделает Селегдар интересной ставкой на будущее. Что касается черной металлургии, то ММК мы разбирали в прошлом выпуске, а в этом поговорим про Северсталь и ее результатах работы за первое полугодие 2023 года. Выручка снизилась на 10% год к году из-за снижения цен реализации продукции. Чистая прибыль также снижается на 11%. А из-за валютной переоценки в связи с ослаблением рубля, чистый долг стал отрицательным. Менеджмент отмечает позитивный отчет с учетом ситуации в отрасли, которая сложилась в прошлом году на фоне санкций и смены рынков сбыта. Текущий уровень загрузки производственных мощностей компании близок к 100%. Северсталь переориентировала значительные объемы продукции с экспортных направлений на приоритетный внутренний рынок. Результаты нейтральные. Компания перестраивает свою бизнес-модель с учетом внутреннего спроса и ценообразования. Северсталь информацию о возможных дивидендах в отчете не озвучила, но при этом формирует запас денежных средств, часть которого может в перспективе направить на дивидендные выплаты. Друзья, если вам такой формат обзоров нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Компания Роснефть опубликовала финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Выручка за квартал 2 триллиона 40 миллиардов рублей. За первое полугодие выручка составила 3 триллиона 870 миллиардов рублей. Капитальные затраты составили 600 миллиардов рублей, а свободный денежный поток вырос на 22%, до 434 миллиардов рублей. Оцениваем отчет компании Роснефть положительно. Как и другие нефтяные компании, Роснефть получает профит от роста цен на нефть, сокращение дисконта на российский сорт и от девальвации рубля. Компания нарастила объемы реализации в восточном направлении, а также контролирует расходы. Учитывая устойчивое положение компании, крепкие балансы и финансовые итоги полугодия, можно констатировать, что дивиденды защищены. Из интересных моментов в отчете отметим, что Роснефть вышла на первое место среди независимых производителей газа, увеличив добычу практически на треть. По тем же причинам и у Лукойла отчет вышел отличным. По нашим оценкам, компания сформировала по итогам полугодия достаточно крупный свободный денежный поток в размере около 400 миллиардов рублей, что является хорошим фундаментом, во-первых, для промежуточных дивидендов, но в свете обратного выкупа акций их судьба становится труднопредсказуемой, во-вторых, для хороших дивидендов по итогам всего года. Но не только у наших нефтяников все хорошо. Один из лидеров продуктового ритейла России, компания Магнит, представила уверенный финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие текущего года. Хочется задать риторический вопрос менеджменту, кто мешал отчитываться ранее? Общая выручка за квартал выросла на 7,5% в год-году, а чистая прибыль растет на 3,7%. За квартал компания приросла на 400 точек продаж, а их общее число составило более 28 тысяч. Компания Магнит, как и ее главный конкурент X5, продемонстрировала, что рост возможен даже в продуктовом ритейле. На российском рынке продолжается процесс перерегистрации компаний в дружественные страны, и вот очередной позитивный пример, на котором удалось заработать и нам. По итогам общего собрания акционеров компании «Мать и Дитя» было принято решение о редомицелляции компании. Компания на основании решения акционеров переедет с Кипра в специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области. Констатируем, процесс редомицелляции российских компаний продолжается. После смены прописки акционеры получат уверенность в своих инвестициях, а акционеры «Мать и Дитя» в частности, возможность получить дивиденды без обходных схем. Компания в данный момент активно вкладывает в развитие, но ее планы понятны. Комбинация увеличения медицинской базы с последующей конвертацией и финансовые показатели, а также направление части прибыли на реинвестирование, а части на выплату дивидендов. Лично мы зафиксировали прибыль в 21% всего за 10 дней, скрины у вас на экране. А какие еще компании подходят под редомицелляцию мы рассказывали в этом видео? Его название «Какие акции купить в августе?» Ссылка будет в описании. Однако в этом топе нет застройщика эталон, который опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Хоть результаты у компании весьма сдержанные, но с одной стороны стабильная выручка с высокой валовой маржинальностью, а с другой стороны зафиксирован чистый убыток. При этом компания отмечает расширение присутствия в регионах и устойчивый спрос, что должно дать ощутимый эффект в финансовых показателях в будущих отчетных периодах. Еще в мае совет директоров эталон Гроуп сообщил, что компания планирует переезд в российскую юрисдикцию и перерегистрацию на московской бирже, но дальнейших действий пока не было. Что касается застройщиков, то на наш взгляд самый перспективный – это самолет. Компания опубликовала великолепный финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка выросла на значительные 53% год к году на фоне роста спроса и ввода новых объектов, а также ввода новых очередей в строящихся проектах. Валовая прибыль увеличилась на 59%, а чистая прибыль выросла на фантастические 73%. Компания опубликовала предсказуемо сильный отчет. Рост продолжается. Компания-самолет является предсказуемой ставкой инвесторов в секторе застройщиков и девелоперов. Помимо сильных финансовых результатов, компания выкупает собственные акции с рынка и раздумывает над выплатой дивидендов. Компания стремится расширить свое присутствие в регионах, в том числе за счет сделок слияния и поглощения. Компания отметила, что и после отчетного периода в июле-августе продажи продолжили рост, намекая инвесторам на сильный следующий квартальный отчет. Самолет подтвердил амбициозный план на весь 2023 год. Рост продаж на 50% до 1,6 миллионов квадратных метров, а итоговую выручку на уровне 290 миллиардов рублей. Важная новость! Акции компании-самолет включены в лист ожидания на включение в основные индексы московской биржи, что повысит интерес инвесторов и добавит ликвидности. Напомним про нашу рубрику, в которой вы пишете в комментариях, о какой компании вы бы хотели узнать, а мы кратко и по существу расскажем в видеоролике. Итак, были вопросы про Алросу, да и повод поговорить о ней тоже есть. Начнем с положительных новостей. Компания Алроса вернулась к выплате дивидендов. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 3 рубля 77 копеек на одну акцию в виде дивидендов по итогам работы компании за первое полугодие 2023 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам должно принять внеочередное общее собрание акционеров компании 30 сентября. Теперь негативные новости. Первое. Страны Большой Семерки и Евросоюз не успокаиваются и хотят полностью запретить импорт российских алмазов, начиная с января 2024 года. Новые санкции подразумевают, что под запрет попадут все российские бриллианты, даже те, которые прошли огранку в других странах. От себя заметим, что вообще непонятно, как будет функционировать этот режим ограничений и контроль за их соблюдением. Второе. Подтверждается кризис в отрасли. Продажи алмазов бельгийским гигантам De Beers снизились на 42% год к году, об этом заявила сама компания. Общемировая экономическая ситуация, ожидание глобальной рецессии, низкий спрос на ключевых рынках – все это негатив для компании и рынка в целом. По данным компании De Beers, можно проследить негативные тенденции на рынке, которые касаются как снижения продаж, так и экспорта бриллиантов из Индии после их огранки. Совокупность факторов пока против компании Allros, а покупать акции прямо сейчас не стоит. Спрос может оставаться под давлением, а ограничения накладывают определенные риски на поставки, что может повлечь негативное влияние на финансовые показатели в будущем. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.